Всем привет, с вами Тексас и это матч, где я решил посмотреть на лучшего алхимика по версии дота бафа и, в принципе, по версии опен доты. Этот парень очень много играет на алхимике, у него уже 25 ранг, ну и давайте посмотрим, как в этом матче он на нем исполнит. Если вот верить подборочке на сайте опен доты, то данный матч он попадает вот в топ последнего времени. Как раз я буду вот именно на этом делать оценочку, на последующие записи, чтобы просто показать матч, который, ну, объективно лучше в сообществе, самые скаловые игроки на самых своих лучших героях катают. Ну а вы, конечно же, подпишитесь, я напоминаю, что это рубрика про смотр, мы смотрим за про игроками, либо же игроками, которые играют на хай ММР рангах, хотя, в принципе, если ты как бы хай ММР, то ты уже почти как бы про, либо ты там поиграл где-то в про, либо ты еще поиграешь в про. Такие вот дела. Ну и, конечно, не забывайте, что очень важно на ютубе оформлять что? Оформлять, конечно же, подписку, лайк и колокольчик. Погнали. Так, алхимик по раннему закупу, это у нас алхимик тройка с топором, с двумя пачками танго, с мангусиком, цирклеточкой, ну и бринчом. Кстати, интересно, во что он будет улучшать себе цирклеточку, пока по айтемам ничего такого он себе... А, не-не, нормально, все, урна есть точно, точно, что-то я совсем уж, блид, поймал монитором и не заметил. Ну и, опять-таки, вот интересно, насколько жестко у нас алхимик, как бы лучший алхимик доты получается. Насколько хорош он в плане фарма, насколько быстро он купит необходимые айтемы. И вот также мне интересно, возможно, вот сейчас мы по никнейму прочекаем, потому что, если верить сайту, там ничего не было написано. То есть не указано то, что это там игрок профессионал. Это Ойто, написано, что его зовут Педро, и он из Бразилии. Так что, возможно, в какой-то команде бразильской мы его скоро увидим. Хотя, кто знает, возможно, мы его увидим в составе команды Бейт. Такое тоже, возможно. Дэндимон уже промышлял тем, что брал к себе бразильцев. Может быть, это новый будет у них бразильец, кто знает. По рангу он 278, что, как бы, годится весьма для про-уровня. Да и в целом, по рангу он тут один из самых высоких рангов в этом матче. Нет, он даже самый высокий ранг в этом матче. Короче, задрот. Видим то, что он качает себе прямо на старте сразу же медалечку, чтобы подфармить. Решил пока без AC Spray обойтись, без колбочки. Ну, вообще, Spray у нас обычно качают на бруссене, как я заметил по последним матчам. Здесь же решил играть немного иначе. Ну и в плане линии против Марфа, против Шадоу Шамана. В целом, Шадоу Шаман неплохая позиция пятерочки на линию. Из-за того, что у него очень внушительная тычка. То есть у него сейчас под фейрифайром 76 демоджа. Сам Алхимик у нас обладает, ну, не самым большим запасом по броне. Хотя троечка тоже нормально. Бывают герои и похуже на такую позицию. Ну и плюс, конечно, Шаман очень хорош в плане того, чтобы раздамажить через Эзершок. Учитывая то, что у него маны довольно-таки много. Он запускает там три залпа Эзершока. Неплохо пробивает. При этом каждый Эзершок это у нас 140 демоджа. Как видим, Рубена он уже почти размял до состояния смерти. При этом у Рубена нет хилинг селвы. И Рубику нужно стоять максимально безопасно и не подставляться больше под эту линию. Линии немножко у нас разделились. Нужно бы как-то линию немножко устаканить Марфу. Нужно сделать пул, конечно же, чтобы линия была более комфортной. Чтобы держать ее в этой позиции. При этом сейчас было бы неплохо Марфу крипово на себя выманить. Чтобы через Пириагр линию подпушить. Хотя там в целом и так уже два оранжевика есть. Линия и так будет пушиться. Главное сейчас ее устаканить для себя. Ну и давайте заодно пройдемся. Посмотрим, что по другим линиям. У нас Кунка против СФ в центре. Кстати, по поводу рангов. У нас только вот. Именно задрут одного героя в этом матче. Это лишь Алхимик. Остальные играют. Ну, просто на бронзу. Хотя, может быть, у них не дота бафа. Кто знает. Такое тоже вполне возможно. Хотя, вот подождите. А сейчас как работает? Вот кто шарит? Напишите в комментариях. Сейчас работает так, что если ты без дота плюса. То ты себе апаешь максимум пятый ранг, по-моему. Да? Или шестой. Ну, типа платину. Ну, не платину. А там первый. Кто там? Бронза. Золото. Наверное, платина дальше идет. Или нет? Короче, вот. Кто шарит, распишите, пожалуйста, как ранги называются. Вот правильно. То есть по уровням. То есть бронза, серебро, золото, платина. А потом что? Вот 25. Это что у нас? Вот это что? Что? Что это такое? Кстати, интересно то, что он настолько вот задрут на алхимике, а сетик слабенький. И, видимо, еще не поиграл. Все-таки он на простом сцене. Так что на шмотке себе крутые не заработал. Так что, парни, если вдруг есть какие-то шмоточки. Вот есть перспективный игрок в Бразилии. 250 какой-то там ранг. И задрут на алхимике. Можете ему подвести шмоточку. Я думаю, он будет доволен. Ну что, в плане подфарма. 13 на 1 бокового алхимоса. Все довольно-таки неплохо. Он себя раскачивает. Берет 1-1-1. В принципе, вот так решил сбалансировано. То есть можно будет и тучку запустить. Можно будет и клобу кому-то в лицо прогреть. Тому же шаду шаману. Если вдруг будет перемещение какое-то у тиммейтов. Потому что вряд ли алхимик на пару с Рубеном. Фраг оформят. Ну а в это время у нас в центре задушили товарища NSF. Это был ганг как раз-таки от Шейкера. При этом Шейкер падает на размен от Вич-Доктора. Ну, упал и упал. Окей. Пускай так оно и будет. Морфлинг. Опять-таки пытается линию себе устаканить. Пытается сейчас подпулить. Чтобы все было комфортно. Кстати, Вард стоит у нас от коллектива сил тьмы. И прострял он все свое время. Так что там информацией владели эти товарищи. При этом они даже не блокировали. Пока никакие стакинки, спауны. Алхимик, в целом, был бы неплохо и сам это поформить. Ему, в принципе, заниматься блокированием не особо-то и хотелось. Потому что, как бы, будет левел. Можно будет сместиться и все это дело себе нашинковать. По красоте. Ну, немножко заряжает по нему, конечно. Тут Морфлинг раздамаживает сам эмоции алхимика. Хотя у алхимика уже 5 армора. У него уже есть урна. Кстати, решил себе он прикупить даже боттл в дальнейшем. Если, опять-таки, вспоминать алхимиков на прост сцене, которых мы видели. Хотя, на самом деле, знаете, там у вас очень сильно разнилось. В плане вот выбора, кто куда, кто что фармит, чем занимается. И, ну, как бы, оценивать сложно. Но, опять-таки, там я вот видел алхимика частенько через... Солринг запускает. Все-таки колбочку успевает прожать свою кнопочку. Но там фейрифайр прожимается от шотов шамана. Да и, в целом, даже без фейрифайра, если я не ошибаюсь, он бы тут выживал при этой атаке. Ну, и главное что? Главное то, чтобы команда с алхимиком собирала баунти руны. Ну, и сейчас только 2 баунти они возьмут. Ну, да ладно. Тоже неплохо. Минута пятая. Давайте посмотрим, что по надфорсам у нас уже на экранах. 2 200 у алхимика. Ну, как для сложной линии, весьма недурно. Он себе набирает. Ну, и по шмоткам, как видим, пока играет на себя, не на команду. Ну, в плане того, что он не рашит аганим для своих тиммейтов. Планирует ботл. Ботл почти готов. Потом птшка. Потом, вроде как, планирует даже купить себе блинг. И даже Блэйдмейл решил прикупить. Ну, вообще, в плане быстрого аганима, насколько это профитно. Ну, опять-таки, знаете, вот два нюанса. Первый нюанс. Это все-таки соло матчмейкинг. И алхимик, может быть, не доверяет своим тиммейтам. Может быть, он хорошо знаком с этим товарищем на СФ, который уже дважды нырает в центре. И не планирует ему отдавать аганим. А по поводу аганима Вивера, ну, наверное, не так себе. Потому что это больше аганим на подцеп какой-то залетает. То есть, дашь ты быстро аганим Виверу. Ну, вообще, можно дать быстро аганим Виверу. Только в том случае, если алхимик вот сам будет такой, знаете, вот на оверфарме. Он убер жирный. Он себе наберет очень много златов. Ну, я в этом почти уверен, что он это сделает. И по итогу алхимик даст аганим Виверу, чтобы Вивер спасал самого алхимика. Но, опять-таки, нужно будет ему договориться с тиммейтами. Учитывая то, что это хайвам игроки, явно они смогут это дело обсудить. Не думаю, что в этом плане будет какой-то руин и не будет спасать алхимика при каких-то врывах. Вот под этого героя мне нравится. Стоит ли покупать вот прям быстро аганим на СФ ему рашит? Пожалуй, нет. СФу нужно купить себе БКБ, там, Блинк, Травла. И потом можно будет ему уже вместить, погрузить его в огнемоедение. Такое небольшое. Так, ну что, пока фармит у нас алхимик. Пятый левел у него. Там давайте посмотрим большое сражение. Все-таки мы так вот просто уделяем больше времени алхимику. Все-таки это его как бы звездный час. Это его матч, это его просмотр. Ну а тут открывают у нас Вич Доктора. ВД неприятно. Подъезжает к нему здесь Дарксир. Выжигает. Это минус. Ну и там избивают. Ай, Денай! Почти заденаялся у Брашана, господина Шейкера. Но не получилось. Ну а в это время у нас инициация пошла снизу. Поймали бедного шамана. Заряжает колбу неплохую сейчас, кстати, Морфлинг. Заряжает еще и Адаптивстрайк в сторону алхимиков. Переживает атаку Шаду Шаман. Ну и все живы, все здоровы. Ну, кстати, интересно то, что Морф так-то доволен побыть алхимиком, потому что сейчас у него работает тоже под фармы. Кстати, прикольный момент. Такое я вот как-то никогда не отмечал для себя, что можно вот так вот получить пуст по фарму. Конечно, да, недолгие все-таки работают недалеко не долго. Ну, как бы не вечно работает. Это работает всего лишь 20 секунд. Ультимативное. Но немножко пофармить можно. Допустим, какие-то стаки. Вот под стаки прям хорошо будет это вписываться. Если ты вдруг нашел алхимика, там наделали стаки, ты пошел пофармил через тучку и прям зашибенно вывез бабла. Кстати, как фишка, может быть, такое будут и использовать. Но, опять-таки, она крайне редкая будет. Ну, знаете, вот это буквально на один раз. То есть всю игру ты так фармить не будешь на Морфея через алхимика форму. А вот там какой-то стак, где-то там минуте на 15-й, в целом смотрится неплохо. Там свой урок заряжает. Нет, не заряжает. Убивает он все-таки тут шейкером. Ну, и продамаживает еще и СММа Кунка. Смирился с потерей тиммейтов. А в это время пошла Коба. Разряжается по Шадоу Шаману. И Шадоу Шаман отправляется отдыхать. Седьмой фраг для сил Тьмы. Уже в этом матче готов. Ну, и Алхимик уже заряжает себе урну. Это первый фраг с его участием. Так что два заряда он получает. Да и в целом на этом поводу урны правильный выбор. Потому что играет он против все-таки Морфа. И вот его урной котрить прям хорошо. При этом сейчас он пока ее не вешает. Потому что смысла нет. Точнее, не урны, конечно, а весла. А смысла нет вешать просто вот урну. Ну, какой профит? Какого профита нет. Она не уменьшает ему перекачку. А вот когда будет весла, будет хорошо. Правда, вот решил все-таки у нас Алхимик пока ничего не менять. В плане билда. Посмотрим, так ли это будет на самом деле. Может быть, где-то переобудется. Ну, опять-таки, парень очень опытный. Все-таки, во-первых, 2050 ранг. Во-вторых, 2058, ладно. Ранг у него. Во-вторых, он все-таки 25-й Алхимик. Он на этом герое сыграл очень много матчей. Вот на первом кадре, когда вы запускали данный видос, вы могли увидеть то, что Алхимик... У него там счет был 192 победы и около там 100 поражений. Так что, в целом, винред весьма недурный на Алхимосе. У этого товарища разряжает он свою колбу. На, поцей в Рубеныч, Валеричу. Валерича поймали. Ну, и Рубик отправляется отдыхать. Фраг для Марфан. Кстати, что по поводу стаков для Алхимика? Ничего нет. Там СФ фармит обычные леса. Энштав не стакали, к сожалению, для Алхимика. Ну, команда на него не сыграла. Кстати, он все-таки вот добавил себе в покупку весла, как мы видим. Так что, отлично. Ну, мне нравится билд от Алхимика. Опять-таки, в плане быстрого Ганима, я бы не сказал, что он тут сильно нужен. Подрубается ультимативная Алхимоса. Он подъезжает, кажется, в сторону Шейкера. Начинает разряжать колбу, но взрывает себе на лицо. Ой, закрыла. Беднягу. Баунтиру на Джали Алхимика. Это неприятно. И получается, только одна баунти была. Сейчас посмотрим по поводу баунти. Тут открывает у нас господина Шадоу Финда. И Шадоу Финд отправляется отдыхать. Ну, главное что? Главное то, что у нас наш любимый Алхимик продолжает фармить. Ну, конечно, ему нет смысла сейчас тратить время на то, чтобы давать ТП в центр. Потому что там он ничем не поможет лучше. Пускай пофармит. Ну, и в плане раскачки у него уже третья тучка. Вторая медалька. В целом, хороший минус армор. Вот, знаете, вот раньше, когда Алхимики были популярны на саппортах, любили вот эту билд. Когда ты на спорте замакшиваешь очень рано Иси Спрей. Помогаешь там пофармить своему кору. Плюс с медалькой комбинируешь. Вот, мне это нравилась тема. Вот, плюс в чат, плюс в комментарии, если помнишь. Эхо Слэм прям под ТПшку, под Алхимика. Но Алхимика ты так не возьмешь. Очень странный. Эхо Слэм все-таки у нас здесь от Шейкера. Еще и получат он Кобу. Очень неприятно. Он еще висит под урной. Под Маледиктом пытается уйти с телепорта. ТПшка кастуется. Ну, а сбивать ее нечем. Так что этот парень будет жить, конечно же, здесь. Тут без вариантов. Вышка в центре упала. Вышку не с Денайля. Ну, а зато Алхимик подфармливает ворды Шадоу Шамана. Так, по поводу баунтирун я вам обещал чекнуть. Раз, два, три. В боттл. Ну, то ли одну. Вот одну руну я пропустил. Кстати, вот, кто не в курсе. Здесь можно перематывать, если вы не знали. Сам узнал, когда комментировал доту уже пару лет. Вот такое, в смысле, можно перематывать шок-контент. Так, вроде как все баунти были для команды Сил Света. Вот раз, два. Это в боттл. Так, подожди. В боттл съел. Взял. В боттл. Взял. Да, четыре баунти. Отжали. Неприятно для Алхимика. Итак, у нас здесь поймали Шейкера. Но это месть. Это месть за баунтирун и еще для себя подворвал Эко Слэм. Ну, кстати, интересно то, что у нас кнопки вообще не прожимал Шейкер. Хотя, все-таки Эко Слэм без Афтершока, ну, не такая уж и опасная вещь, если честно. На самом-то деле, на Рубике профитни даже иметь не Эко Слэм, а воровать, конечно же, Фессуру. Фессура слишком хороша. Так, колбочка разряжается. Алхимик готов продамажить Кунку. Кунка под себя пока ничего не использует. Использует Монтастайл. Монтастайл не самый удачный. Пару Рейзов в лицо. Еще один третий пошел. Отлично. Ну, без стычки, правда. От УСФа. Ну, и по СФ. УСФ магический, как и всегда. В целом у нас сейчас играется на СФ. У него есть вот Ферри Фаер Трикет. Хорошая шмотка. Но, опять-таки, возвращаемся к нашему гостю, звезде сегодняшнего выпуска. Это у нас, конечно же, Алхиминистр. Фармминистр, получается. Алхимистр, фармминистр. Это я придумал, если что. Как бы патент можно будет оформить. Подъезжают к Марфу. Пошли дасты. Подъезжает у нас уже Алхимик. Разряжает свою колбочку. Точнее, заряжает свою колбочку. Нет, не заряжает. Решил пока не кастовать. А вот сейчас и можно, в принципе, шарахнуть кого-нибудь здесь. Вейформа не пошла. Пошла Аберикачка. Поймали Шейкеров. С Шейкеру неприятно. Пошел прокаст. Вот Кунки, кстати, торрент неплохой залетает. А где корабль? Корабль не залетает. Ну и падает у нас господин Шейкер. Стан по Алхимику, чтобы не так яро он тут избивал крипов. Ну, он там пофармит. У него уже блинки есть, в принципе. Ну, в плане фарма 5500. 5500 с легкой линии. Весьма неплохо. Но, опять-таки, нет каких-то вот колоссальных цифр по Нетворсу. Как для Алхимика, но обычно, скажем так. Десвард. Ахаслэм пошел, кстати, неплохо залетать. А вот Рубена, это уже был Ахаслэм. Тот самый ворованный. Демош и каски по команде. Силосвета летает. Залетает у нас Морф. Мегаубийство себя оформляет. Выгрызает вивер Шамана. При этом он даже успел Шаман в него поражать Шеклз. Но, к сожалению, джеминет-атака не прощает Шаман еще. Кунка выгрызает в спину там виверосы, хаслэм по виверу, тотем, фиссура, контроль хороший. Этого хватает. Подъезжает Алхимик, но уже слишком поздно команду, точнее команду, а своего вивера он тут уже не выручает. Так, нужно себе подвести сейчас. Блинк в идеале. Вот по поводу Блэйдмейла на Алхимике. Ну, в плане фарм-артефакта хорошо, потому что, опять-таки, Блэйдмейл-то не как раньше было, вот там давно, в древние времена. А все-таки можно им фармить в лесу. Ну, кстати, стаки Алхимику даже поделали. Хотя не факт, что Алхимику, может быть, это стаки были для СФа. Ну, да ладно, лучше пускай Алхимик возьмет. Потом СФу он это дело компенсирует, купит когда-нибудь Аганим, конечно же. Так, Рубик, все что подв... Опа, стеночка халявная подъехала. Здравствуйте. А зачем же Макл стенку? Непонятно. Ну, опять-таки, это регион, я так понимаю, Южной Америки. Все-таки у нас как бы играют бразильцы. Вероятно, это Южная Америка. Я, кстати, видел комментарии по поводу того, что вчера записывал видос ночью. С 23 Savage, кстати, если что, если не видели видос, видос есть в всплывашке сверху на экране. Там 23k Savage поднял себе 12 тысяч ММР, 12 тысяч. Первый в мире, законный, справедливый, без багов, без абусов 12 тысяч ММР. Все, вот еще минимум. Так вот, поднял себе, в общем, есть всплывашка. Пересмотрите ролик, там просто бомбическая рвань. Очень классная игра от 23 Savage. Возможно, его возьмут в команду OG. Были такие вот небольшие, как бы, инсайды, анонсы. Писал на стриме, точнее, говорил на стриме LTV, что его возьмут. С этого сделали новость, что, вероятно, 23 Savage будет катать в команде OG+. Плюс, по поводу 23k Savage, он сам писал, 23k, возможно, это его будущий ММР. 23 Savage писал о том, что он ищет команду и готов дислатироваться. То есть, куда-то переместиться, переехать, играть в другом регионе. Хотя, хотя, сегодня была новость, опять-таки, в плане Азии. Речь была о том, что в команде F1 команда прошла на мажор, но, правда, в L-карт раунд там кикнули керри. Очень обидно для керри, я думаю, потому что он играл месяц, потел, отобрался на мажор, а его кикают. И теперь ему нужно искать новую команду и шансы на то, что он попадет, опять-таки, на инд очень малый. Плюс, ему нужно искать новую команду с хорошими игроками, чтобы пройти опенквалы. И через опенквалы выйти на, получается, уже в 2-дивизион, потому что в 2-дивизион попасть уже нереально ему. Хотя, у него, казалось бы, слот был в 2-дивизион. Короче, команда такая, засранца, на самом-то деле. Очень неприятная ситуация для Джека. Джеки очень хорош был в плане своей позиции. Как мне казалось, очень неплохо. Он играл в Рейс Кинге, но его кикнули, к сожалению. Ну, что ж поделаешь. Такова Дота, таковы контракты. Все-таки, пока еще Киберспорт, ну, как бы, он уже зарабатывает миллионы, конечно, Киберспорт. Вот. Чуть ли не миллиарды, но, опять-таки, вот эти моменты взаимоотношений, моменты, там, контрактов и так далее, они такие, знаете, еще на уровне чего-то нового, чего-то начинающегося. И далеко это не так, как в спорте обычно. В это время падает свитч-доктор. Так вот, к чему я вообще это говорил? Что я хотел сказать по поводу шмоток? А, да. Был комментарий, что... Речь была о том, что считают, что регион, получается, Азии, вот этот регион, он занимает второе место, получается, по рейтингу самых слабых регионов по версии вот того человека, который писал комментарий. То есть он считает, что все-таки этот регион очень слабый, и слабее этого региона только Южная Америка. Я не согласен с тем, что регион Юго-Восточная Азия очень слабый. Все-таки, объективно, вот как мне кажется, ну, там, две-три команды могут бороться с командами из Юго-Восточной Азии. Это Na'Vi, VP и Gambit. Ну, может быть, еще Spirit там могут. А так, я бы не сказал, что Азия очень слабая в плане доты. Они жесткие. Все-таки неспроста у нас уже порядком игроком перешло с Азии играть в Китай. Все-таки там в Китае немножко все, ну, более вот профессионально в плане киберспорта. Значит, да, Китай, все-таки, вот если судить по всем регионам, вот именно в плане подходов, в плане вот всех этих моментов, он максимально профессиональный. Но, опять-таки, в Китае вот еще этот момент есть в плане ставок, как рассказывали, что даже бывают ситуации, что к проигрокам приезжают там какие-то люди с окуляром и в очках такие и заставляют сливать ставочки, угрожая... Угрожая, в общем. Не знаю, чем конкретно, но угрожая. Так, Валхимик раскручивает колбу, полетел в бой, запускает. Так, Аслэм залетает от Шейкера, запускается он сейчас весел в Марфа. У Марфа небольшие проблемы, но пока в него фокус не залетает, так что он может селом отойти на бесплатную дистанцию. Уничтожают бедного Шейкера, падает СФ, СФ нет, пока еще не упал. Стики прожмет, стики прожимаются, раздувается ультимативное, но уже посмертное. Разваливает лицо здесь Дарк Сиру, пошел проказ от Кунки. Кунка кастует свой проказ прямиком в ВД. ВД проблема, ВД падает, весел также на него повесили. Ну и данный файт пока получается один в один, учитывая то, что падает СФ в размер ДС. Ну, пожалуй, для команды все-таки Сил Света, хоть и по графику плюс-минус равно. Но это еще не конец. Готовлетит Алхимик, Алхимик полетел. Ой, как хорошо вырывается он здесь по Марфу. Правда, весел чуть поздно повесил, можно было немного раньше это дело прожимать. Залетает Виверос прямиком в Марфа. У Марфа проблемы, пытается он уйти уже на вейформе, понимает, что пора бежать. И ты прав, пора бежать. Есть еще один весел, Алхимик опять раскручивает колбу. Прыжок у него будет, пошла фиссура. Неплохая фиссура, стопает агрессию от Алхимика. И Алхимик взрывает себе лицо. При этом контр-врыв пошел уже от команды Сил Света. Алхимик заканчивается... А, нет, не заканчивается. Нормально все у него по Химикл Рейджу. Полетел дальше в погоню за Марфу. Морф уезжает на хайграунд, но его там видно. Колба полетела, Телекинез опускает его обратно вниз. Ну и разваливает лицо Марфу. Все-таки его перекачка его не выручает. И 3.800 КП сбиваются командой Алхимика. Такс. Файт рекап. Ну вот, теперь можно все-таки судить о том, чтобы данный файт был победный для Сил Тьмы. И Сил Тьмы демонтирует еще и вышку в центре. Так-то было бы еще неплохо, конечно, поиграть по Рошану. Алхимик себя находит в ботл-дабл-дамедж руну. С ДДшкой и Вивером с формами можно в целом поработать по Рошану, потому что там нет все-таки Эхослэма. Покомментирую свою ультимативную ССФ. Как-то он очень странно тут подошел. Поймали его на прокаст. Сбили с него пол-КП. У СФа есть Мека, если что. СФ опять имитирует ультимативную, чтобы его не провожал Кунка. Ну и все. Отступает обратно. Но вообще такой своеобразный СФ. Такое я, в принципе, видел. Вот было у нас такое, что Грифсы покупали на СФ. Даже на процессе сцене. Но это давно было. Но опять-таки это Южная Америка. Там бывает такое, что вспоминают старые комбинации, пикают то, что было когда-то давно. И получается, что этот матч не исключение. Так. СФ. Ой, СФ. Алхимик, конечно же. Решил купить сяшиву. Пока, опять-таки, играет он без покупки айтемов для команды. Просто тройка Алхимик, который фармит в себя. Хотя, учитывая его айтемы, в принципе, он играет на команду. Ну, не покупая Ганима, конечно. Но вот покупая там Линк на врыв, покупая Весел на команду. Поймали СФ, а СФ развалился. Вообще, по КБ надо купить СФ, а на самом-то деле. Это Алхимик. Алхимик так, поехал по Кунке. Начинает его шинковать. Весел на весел у нас залетает здесь. Такой небольшой размен. Урнами произошел. Выгрызают. В это время у нас товарищи на ДС. Алхимик возвращается в замес. Мы за ним краски наблюдаем. Запускает пока свой стан в сторону Морфа. Морф у нас перекачан. Его пробить не получится. Проживается МКБшка от Вивера. Вивер выгрызает Шейкера. У Шейкера нет аута, чтобы уйти. К сожалению, у него нет еще какого-то, допустим, Аганима, чтобы прыгнуть или Форстафа, или Гастаха. Хоть чего-нибудь на подсейв. Пытается поймать у нас Вивероса. Вивера поймали. Врывается Алхимик. Не, спускает колбу. А он еще и без Кимминга Рейджа. И его поймали в Шеклсе. И он падает. И еще и таймлапска остается от Вивера. Он был на лоу КП, но хотя бы Вивер выживает в этом замесе. Небольшая ошибка все-таки произошла у нас от Алхиминистра. Ворвался и не спустил. Себе на лицо явно не стоило ему тут играть. Ну, ошибочка бывает. Что ж поделаешь. Даже великие ошибаются. Даже гении получаются. Кстати, по поводу шмоток. Давайте посмотрим, что в целом у нас покупают по региону данному. На героях Рейдианс, ну, опять-таки, стандартно. При этом все-таки вот такого кунку мы видели раньше у нас в регионе. Или там тоже в Европе. А тут вот помнят старое. Помнят былое. Что еще? Есть Аганим у Марфа. Но это логично, потому что играет с Шейкером. Шейкер себе тотем еще не промаксил, к сожалению, для Марфа. Но скоро будет. Нужен еще один скиллпоинт в тотемчике. И тогда Морф будет максимально заряженный. Дарксир, выход в Аганим. Но тут уже новый айдитом, конечно же. Аганим на Дарксире смотрится прикольно. В плане того, что... Ну, в смысле, не новый айтем, а новая особенность. В плане того, что ты можешь за файтом 3-4 Айншола развесить. Это очень много ДП. Заказка пошла. Атака, рвается Алхимик. Начинает раздамаживать Марфа. Нужна подмога от команды. Пока не подрубается Химикл Рейдж. Отступает у нас Морф в прыжке. Ну, и там должен лопнуть, конечно же. Шейкер. Полетел Морф. Так, залетает с тотема. Заряжает по Рубену. О, на Рубену падает. Он пытался подворать перекачку. Подворовал, но не успел перекачаться. Поймали на размен Марфа. Морф слишком нагло полетел. И был наказан. Еще и наказан. Здесь Кункевич провожает Дарксир. Адается не догнать. Ну, и, в принципе, нормальные. Отлично. Ой, как врывается! Вот это грамотный врыв. Через себя взрывает. Он здесь по итогу Шадоу Шамана. ВД сострял с крипами. Он там крипал, лопатой выкопал. Ну, да ладно. Поэтому сбежал из этого замеса у нас Шадоу Шаман. По поводу Кунки. Кунка сдох сверху. Его просто там Вивер заштормил. И все. Через молнии в легкую вытер этого товарища. О, опять дабл дэмэдж возле Алхимика. Пингуют там, как раз в дабл дэмэдж. Сейчас у нас Вич Доктор. Алхимики хотел бы данную руну взять себе, конечно же. Хотя, вот тут есть еще и у Сефа. И у Сефа ставишь. Так, пока отбивается. Не, я себя взял. Нормально все. Еще и тиммейт подсобил. Там лопата, так понимаю, сработала. Выкопал себе хиллый селф и обмазал Алхимика. Вообще, на самом-то деле, вот если данный матч оценивать в плане общей картины, весьма неплохо катают парни, играющие за силу свет. Потому что играют они против Алхимика. А Алхимика ведет всего лишь 3к золота. Точнее, команда Алхимика. При том, что по вышкам ситуация плюс-минус равная. Хотя даже не плюс-минус равная, а она равная. Упали лишь товара первой линии. Ну и опять-таки, в плане выбора шмоток, ну не знаю. Вроде бы как бы и норм. Но все-таки есть вот такая небольшая нотка того, что все-таки если Алхимик такая тройка, которая фармит себе айтемы, то он... Ну, не хватит фарма на всех. Есть СФ, который фармит, есть Вивер, который фармит, и есть Алхимика, который фармит. Если бы Вивер не убивал, то тогда была бы проблема для дайеров. Вот в плане выбора позиций и как бы подхода к игре, стиля к игре, скажем так. Есть стенка стяжка, а нет, без стенки, просто стяжка. Пошел Торреншторм, пошел также еще и весел в сторону Дарксир. Дарксир пытается сбежать. Он пока развансил и не подцепили Торрента, пока здесь ни Алхимика, ни Вивера. Они все еще душат здесь Дарксира. Сира поймали и Сир отправляется в таверну. Минус 2 героя. Поэтому, кстати, новый уровень реликвии себе выбивает Алхимик. А, кстати, вот интересно, у него там был 25 Алхимик. Почему тут не отображаются реликвии? Ну, я видел то, что у него все эти реликвии куплены. Видимо, сейчас вышло обновление Дота Плюса, и как-то оно иначе отображается. Вроде бы, если не ошибаюсь, вот здесь было все видно, а сейчас не видно. Ну, не видно и не видно. Что же, 25-я минута. Рошан все еще не падал. Опять-таки, было бы неплохо его оформить. Но пока команда туда еще не собирается. Химистер подводит все кларетки постоянно. Находит руну. Руну волшебства. Можно будет чаще спускать кому-нибудь свои колбочки. Итак, Амур, кстати, вот меня тоже интересует. Он без шотгана решил играть. Решил выйти в БКБшечку. Ну, окей. Вообще, шотган был бы неплох на самом-то деле в этом матче. Ну, да ладно. МКБ тут тоже как бы надо прикупить. Опа, здравствуйте. Яхаслэм. Ой, куда ты полетел? Ты что, безумен? Ты что творишь? Кстати, опять, даже здесь у нас филал залетает. Очень популярная кричалочка. В это время нас подворвал фиссур. Вот та самая фиссура, которая будет очень хороша для господина Рубен Валерича. Падает пока по герою. Сэф раздулся. Раздамаживает у нас бедного Марфа. Морф пытается идти на водичке. Ну, а за ним полетел в погоню Алхимик. Алхимик таких не отпускает. Есть весел. Очень больно Марфу. Но, благо, у него есть прыжки. Фиссурка стопает атаку в сторону Дарксира. Но Сирв все-таки ловит свой стан. Гадлай готов уже для Вивероса. По Дарксиру, чтобы не сбежал, видимо, станчик от Алхимика. Очень неприятная Сэфу. Ну, и падает, конечно же, Дарксир. И там даже падает еще и кулка. Трипл килл для Вивероса. 14-1-8. У него в токе в КДА. Но, знаете, возможно, я даже был немножко неправ в плане выбора. В плане выбора героя на видос. Все-таки у нас пока звезда матча. Это все-таки Вивер. Но Алхимик. Вот. Только из-за того, что 25-го левела. Вот именно его я и отмечу. Как звезду, скажем так. Ну, вообще, Вивер хорош, конечно. Двухтысячник на Виверосе. Кстати, вот я чекал матчи Дэнди. На ком он там катает. Вот, если вдруг у кого-то есть ссылочка на дотабаф на смур в Дэнди, то скиньте, пожалуйста. Хотел бы я посмотреть его профиль. Хотел бы я посмотреть, на чем там он катает. Ну, а тут у нас Рошан падает. Наконец-то. Благожданный. На 28-й минуте. Айгис, конечно же, для Вивера. Иначе быть и не может. По поводу Алхимика. Формит себе дальше он Блэкенбар. В плане у вас Шивы. Не знаю, может быть, Красса было бы лучше. Хотя Шива тоже неплохо, в принципе. И как айтем на команду, чтобы там дебафнуть оппонента. Чтобы там Вивер тот же догонял, чтобы тот же догонял СФ в своей цели. Ну да, это мобильный герой, конечно, у команды Света. В плане того, что Шейкер... Ну, точнее, не Шейкер, а Аморф забирает форму Шейкера. И постоянно может прыгнуть. И ловить его сложновато. А Дарк Ситов на Сюрдже тоже может сбежать из-за меса. Да и Кунка тоже там довольно-таки быстро у нас на фейзах гасает под кораблем. Но, в любом случае, команде Рейнет нужно дефаться с базы. Подходит у нас СФ. Не дошел, не поджимал. Опа, Икс. Это, типа, клад здесь. Или место могилы для Кункевича. Боковач пошла уже от СФ. СФ раздувается, отгоняет. Что-то шаману, что-то шаману небольшая проблема. Рейс один. Ну, ладно, такое далеко не идеальное исполнение от СФ. А полетел он дальше в погоню Шейкер. Фиссура пошла. Кстати, очень агрессивно сыграл у нас товарищ на СФ. И сейчас его могут тут отправить отдыхать. Но это был байт. Джебайтед, как говорится. Поймали уже здесь Марфа. Марф укатывается на своей водичке. Шамана разбивают потихоньку. Пока он уходит в инвиз. Инвиз инбай не контрит. Софармит вардинг здесь от Алхимик. Алхимик запускает свою колбочку. Шива пошла. Видно прекрасно здесь Шейкера. Шейкер ловит стан. И Шейкер ничего, наверное, и не прожмет. Да, не прожимает. Умирает Шейкеросу. Выкупается. Байбека, кстати, нет у Дарксира. И нет байбека. Если что, у Кункевича. Да, фармливает варды парня из команды Силтьмы. Ну и продолжают свой подпуш. Подпуш. В целом уходить не стоит. Многие кнопки уже потрачены от команды Дайров. Хотя, хотя, все еще и Сихослэм. Возможно, именно сейчас он будет совершать камбэк. Тот самый необходимый для Рейдетов. Проказ от Кунки. Накрывает Алхимик. Алхимик. Минус. Кстати, вот тот самый Камыш залетает. Было бы неплохо еще Саппорта в убийстве. Здесь в идеале. Но, к сожалению, Вивер на подсейве. Прыгает Морф. Морф финиширует. Сейчас у нас Рубена. Человек осна пошел. Но не так жестко, как было от Шейкера. Провожает у нас еще и Вич Доктора. ВД видно. Фиссура. Вот это длиннющая фиссура. Еще одна закрыта. А нет, не закрыта. Все-таки закрыт уже этот Морф. Немножко неправильно он доехал на водичке своей. Но прыжки есть. Прыжок пошел. Видно ли было ВД. ВД видно. Тотем. В лицо. И до свидания. Просто своим рогом уничтожил. Кстати, вот учитывая лор Доты, обычно в Доте все шмотки подписываются. Вот интересно, есть какую-то лору данной шмотки у этого Тотема? Вот в описании ничего не указано. Хотя, может быть, если почитать данный вот айтем на Аликфитпеде, то что-то будет написано. Вот чей? Чей это Бивень? Чей это Рог? Кто такой огромный? Может быть Дракон? Кстати, Дракон. А по поводу Драгонайта. Я вот чекал. Хотел снять ролик по поводу Драгонайта. И оказалось, что топ-2 лучшего Драгонайта в мире это Мэджик. Но, к сожалению, его запись матча на ДК недоступна. Я не могу ее скачать. А так бы я посмотрел. Сделал небольшой, знаете, вот разбор его игры на Драгонайте. Все-таки вот были упреки в том, что он плохо сыграл на... На ком? Ладно, пошел пока паркас. Есть у нас Шеклз. Прикрывают здесь Шадоу Шамана. Шадоу Шаман падает. Кстати, это был Торнелл Шторм. Вроде бы еще и от Рубена. Минус 2 героя команд Сил Света. На ком сыграл плохо? Мы делали разбор. Он катал на ДПхе. Да, ДПхамид была. Вот на ДК весьма недурно он скатал последний матч. Я посмотрел вот по Дота Бафу. По Парсеру. Но, к сожалению, записи нет. И я вот думал, как бы... Какой же ролик лучше снять? И я думал о том, чтобы снять ролик с Драгонайтом. В преддверии аниме. Кстати, опять-таки, по поводу аниме. Уже есть озвучка от Джема и компании трейлера. Думал снять про Драгонайта. Но, к сожалению, не нашел нормального... Не нашел ролика с Мэджикалом. Хотел с ним снять выпуск еще один. Но, может быть, он сыграет на ДКшке в ближайшее время. Так, нас тут поймали. В это время Шадоу Финда. Пошли по нему торренты. Неприятно. Эксмаршку себе воруют. Время рубенчик. Проблемы огромные у СФ. СФ от ЦУТ. Есть по ЦВ. Инвиз имба и не контрится. Не получается его догнать. Он мансит лесами. Есть весл в сторону ВД. Где же Алхимик? Алхимик, помоги команде. Давай, мы тебя ждем очень сильно. Врывается. Не спускает БКБшку. Не прожимает. Решил Синкестан поймать в себя. Окей, больно. Мне больно. Неприятно. Но что ж поделаешь. Загоняет. Вивер под базу. Здесь уже Шадоу Демона. Закрыты на базе парни Сил Света. 20 копирифарма за Алхимиком Ико. Ну тут да. Тут уже внушительно. Такое отыграть будет невероятно сложно. Хотя Дота все еще верит. Шанс камбэка от Радиентов. Аж 23%. Она им вписывает в показатель шанса на камбэк. Блэккетбар. Ну вообще морф очень слабенько. Напомню, конечно, в этом матче. Казалось бы, фрагов много. 14 тысяч нетворца всего лишь. Хотелось бы на таком морфе видеть, ну... Хотя бы на айтем больше. Вот БКБшка плюс еще там половина чего-то. Ресурка. Так, поймали. Давайте попробуем убить Алхимика. Контроля довольно-таки много. Но не ставили контроля. И поэтому Алхимика подрубает себе БКБшку. Подрубает себе Химикол Рейдж. Въезжает. Вивер как же больно. Он вырезает Дэмиана. Дэмиан падает. Раздувается СФ. СФ раздувается в прямую сторону. Морфа. Морф падает. Ну и там у нас также еще рассыпаются герои сил света. Ну и пытаются сбежать Шейкер на пару с... Кунка. Кунка жив. Есть. Физуры накрывают Шейкера. Ну, его же оружием похоронили. Настолько жесткий файт, что я себе чуть полгубы не откусил. Ай. Больно. Ну что. Пушить. Заканчивать. Ну, опять-таки, в лане Алхимика он по итогу не купил ни одного Аганима в этом матче. Хотя играет на троечке. Так что вот если про Бразилию, то у нас пока не следует вот таким вот параметрам сбора через Аганим. Хотя, опять-таки, вот я и говорил, что по Аганимам тут не особо-таки, знаете, Аганима подходящие герои. У команды силы тьмы. ГГ прописывает у нас уже. Здесь Ойто. Но, к сожалению, это папа. И тут ГГ так не работает. Нужно ждать, пока трон упадет. Точнее, нужно трон сломать, чтобы игра закончилась. Так вот, да, по поводу шмоток. Ну, опять-таки, вот СФ как бы норм, но опять, ну, не особо прям вот что-то лютое. Да и Виверу покупать, вот, быстро Аганим тоже, это больше на подсейф работает. Аганим мы видим на ком. Вот на... Опа, их Аслэм. Стенка. Неплохо бы прожать сюда стеночку, но ее нет. Пошел проказ от Кунки. Морф у нас отдыхает, и он тут в целом уже и не нужен. Неплохую последнюю биту показывают парни, играющие за Дайер. Но, к сожалению, их загонят на фонтан, и камбэка не произошло. Так вот. Я к чему? Я к тому, что вот по поводу героев, которые залетают на троечку... Точнее, Алхимик на троечку. Какие герои залетают под это? Чтобы Алхимик покупал Аганим. Это кто у нас? Это у нас Джиггернаут бывает иногда. Это у нас Сларк. Это у нас Пэаха. Еще у нас тоже был кто-то с МИДа. Вот у команды OG кто катал? Кто помнит? Напиши в комментарии, что там было. Почему Дивайн-плееры берут коров? Так он же не Дивайн. Он же Иммортал. Ну да. Это типа самый слабый Иммортал получается. Вообще да. Парангл самый слабенький, и Морф в этом матче все-таки не доиграл. Хотя фраги делал все-таки. Ну ладно. Что ж. К сожалению, с этим ничего не поделаешь. Ну ладно. На этом все. Данный выпуск заканчивается победой этого Алхимика. У него 11-2-21. Под конец матча, возможно, еще пару фрагов он сделает. Но это уже не особо это и важно. Хотели мы посмотреть, как же играют лучшие Алхимики планеты по версии Дота Баффа. Хотя все-таки, если бы точнее, вот сейчас это по версии Open Доты. Не знаю, может быть на Дота Баффе там как-то по иному это написано. Но не суть важно. Такая вот сборочка, такой вот билд, такая вот игра на троечке. В принципе, весьма неплохо смотрится. Можно только повторять у себя в пабе. Так что, если вдруг вы решите повторить вот то, что видели сейчас на экране, то пишите в комментариях, как у вас получилось, не получилось. Команда была довольна-недовольна. Возможно, вам накидали репортов очень много. Кто знает, такое тоже вполне возможно. Ну и, конечно, не забывайте, что очень важно на YouTube подписываться. Прожимать ваши пальцы вверх. Оформлять подписку на канал. Ну а тут в конце рэмпажечка. Давай, рэмпадж финальный. В конце. Давай, бабахни. Нет! Он не успел этого сделать. К сожалению, рэмпаджа мы не увидели. В общем, на этом все. С вами был Тексас. Надеюсь, вам понравилось. Услышимся, когда услышимся. А, скорее всего, уже сегодня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok